Приветствую вас, и полагаю, что отношения у человека, которому вы симпатизируете, не такие уж и хорошие. Ну, потому что в противном случае он не стал бы проявлять таких знаков внимания к вам. И вы сейчас занимаетесь тем, что фактически жалеете, ну вот вы жалеете о том, что у вас не получается с ним никак наступить во взаимодействие, вы жалеете о том, что не можете проявить свои эмоции, вы жалеете о том, что у вас не получается как-то проявить свои чувства к нему. И, знаете, будете жалеть все время, если не поступите двумя вариантами возможного поведения. Первый вариант заключается в том, чтобы все-таки как-то проявить в ответ что-нибудь, какие-то морские. Это ведь не связано ни с желанием быть мужчиной сразу, это не связано с тем, чтобы обязательно вступать с ним в отношения. Это просто проявление симпатии. И, возможно, иногда мужчина, он более активно начнет вам проявлять свою симпатию, свою позитивную энергию, и тогда вам станет понятно, что-то, собственно говоря, он от вас хочет. То есть, это может быть его желание сделать вас своей любовницей, или его желание сделать вас новой девушкой, или тогда, или что-то еще. Но вы сможете узнать это только в том случае, если вы как-то проявите себя. Проявите свои эмоции, когда вы сможете узнать, что он хочет. Либо у вас есть второй вариант. Второй вариант связан с тем, что вы взяты одна, и вы отчаянно хотите, ну, отношения. И чтобы вот эту вот жажду отношений удовлетворить вам, ну, на другой мужчина, который молодцы будет не так и неопределенный. Если есть возможность, на кого переключить свое внимание, то переключите привыкать чувства к нему, к другому человеку. И тогда постепенно этого мужчину вы забудете. Потому что вы спрашиваете, значит, что это значит, и монет это значит очень много, очень. Мы не можем залезть в голову даже вам через текст, что говорить о том, чтобы залезть в голову к мужчине. Мы видим, что он пытается к вам с вами сблизиться. Но дело это дорого, недостаточно напористо, недостаточно устойчиво. Это означает, что он сомневается. Причины его сомнений могут быть самые разные, но факт заключается в том, что сомнения сами по себе не добавляют вашим возможным отношениям к какой-либо стабильности, они добавляют вашим отношениям надежности, искренности и долгосрочности. Потому что если человек понимает, что, допустим, девушка его, то он совершенно откровенно и упорно эта девушка добивается. А так, то, что он делает, это напоминает такая, знаете, взрывная безопасность. Вот, чтобы не вверх на себя личной ответственности, чтобы не проявить себя как-то так, как ему не хочется. И это на самом деле чревато для вас негативными последствиями. И здесь, это вот если говорить про мужчину, да, и здесь вас не действует застарочно. То есть, чтобы, с одной стороны, не упустить свой шанс, который у вас есть, шанс построить отношения. И, с другой стороны, чтобы не навредить себе, чтобы не действовать в ущерб себе. Потому что это приведет вас к зависимой позиции в отношениях, что, в принципе, тоже не есть хорошо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. А если, сделайте его лучшим.